Всем огромный привет! Меня зовут Светлана и я, как всегда, безумно рада видеть вас на своем YouTube-канале. В прошлом видео вы видели, кто не видел, то пересмотрите, пожалуйста, по подсказочке вверху. Отправились в магазин Second Hand, где одежда, обувь и аксессуары продаются на вес. Это был последний день завоза. В конце видео я обещала вам рассказать, что же я купила, и купила я вот такой шарудящий, огромный пакет. В этом пакете практически 2,5 килограмма, и давайте посмотрим наш чек. Итак, чек у нас составит 55,75. Я вот поставлю для вас чек, вот видите, но с моей скидочкой в 5%. Цена составила 52,96, короче, округляем, до 53 гривен, и это практически 2 доллара. Прошу прощения за вот этот вид моей батареи, я никак не смогла расположить камеру, чтобы была елочка такая нарядная, я, пакет и вся техника. Это оказалось достаточно сложным, но я что-то придумаю, и будет у вас фон поинтереснее. Давайте посмотрим, что же там, фон, достаточно тяжелый. Конечно, он не такой тяжелый, как тогда, когда мы покупаем там 5 килограмм с вами одежды. Есть такая подборка в отдельном плейлисте, тоже оставлю для вас подсказочку. И также не забывайте поставить пальчик вверх перед просмотром этого видео и подписаться на канал. Из личного я, кстати, выхожу к вам в прямую связь после своей операции. Недавно я перенесла операцию на челюсти, и вот вроде как в камере уже лицо нормальное, потому что до этого оно было такое побитое, и все в синяках, и челюсть одна ушла с лица подальше. Так, первое, что я купила, я думаю, вы его помните, увидели в примерочной, это такой красивый коричневый пиджак. Он коричневого цвета, шоколадного оттенка такого. Но вот когда я на камере его показываю, он отдает зеленым в жизни, вот прям шоколад-шоколад. Я не могу вам это не сказать, но так воняют вещи. Вот, этикеточка. Я не зря вам показала этикетку, потому что бренд Ritex, это винтажный швейцарский бренд. По-моему, он премиум класс, в общем, или какой-то там люкс класса. Я в переводчике это все дело делала в гугле, и мне выбило вот такую информацию. В общем, загуглите, тоже почитайте. Есть костюмы очень классные, я так думаю, что они специализируются на мужской линейке. Классный винтажный бренд, хорошие отзывы. И на ebay я тоже смотрела. Даже на шафе у нас видела костюм то ли за 900, то ли за 1000 гривен. У меня вот такой прекрасный пиджак. Чем он мне понравился? В принципе, вот даже с этой шелковой блузой будет здорово. Он лаконичный, простой, хорошо у меня в плечах. И цвет однотонный. Ну, что еще сказать? У меня есть с контрастными пуговицами, здесь же пуговицы почти в цвет. Они коричневые, но тоже неплохо. После того, как мы сейчас с вами вещи эти разберем, они отправятся в стирку. Но здесь или здесь, короче, будут вам картинки и будут вам примеры. Следующее. Я купила просто комплектом, как вы помните. Я показывала примерочно. Это вот такая трикотажная футболка. Кстати, с этой футболкой просто, как всегда, трэш история из магазина Second Hand. Куда же я без этих историй? Это бренд Clock House. В принципе, это бренд C&A. Если я правильно прочла, у них хорошего качества вещи. В Польше их магазинах просто такие немерено. А у них простые вещи, лаконичные. Вообще, это вещи не похожи на те вещи, которые продаются в их магазинах. Но здесь такая винтажненькая тоже наспись 1974. И Lazy Daisy. Вот. Мне, кстати, тракотовый тоже идет. Я вот сейчас приподниму шляпу. Я покрасилась. То есть, вот это был мой первый выход после операции. И сразу я привела себя в порядок. Тоже буду вот так носить. Отдельно с голубыми джинсами. Мне кажется, хороший будет тандем. Вот как я вижу по цветосочетанию такого цвета морской волны с коричневым. Хорошо будет выглядеть тракотовый. Вот этот коричневый шкаф. Вернее, и вот такой голубой там джинсы или юбка. Даже юбочка в клеточку вместе с такой трикотажной футболочкой будет здорово. У пиджака сохранилась этикетка винтажная. Здесь написано размер. И указан состав. Прям винтажненькая этикетка. Здесь шерсть 45%. Все остальное это полиэстер. Я для вас покажу. Возможно, будете видеть в магазинах вот такие винтажные этикетки. Я думала, это знаете что, с химчистки. С химчистки я ручок. Но нет, это этикеточка. Этот образ я дополнила прекрасной винтажной кожаной сумочкой. Сделана она в Италии. У нее прекрасное состояние. Полностью кожаная. Обратите на нее внимание. Она представлена в аккаунте Богиня Шоппинга. Переходите по подсказочке внизу. Еще какой-то перебой с светом. Это, наверное, за счет того, что гирлянда позади меня. И моя трэш-история. Связана с этой футболочкой. Уже я иду на кассу. Это последний день. И людей, кстати, было много. Сейчас вам расскажу еще про сертификаты. Но это позже. Так, я подхожу, даю эти вещи. Она пробивает и говорит, где желтая вешалка? Я такая, а все вешалки серые. Я такая, не знаю, где желтая вешалка. Но здесь же люкс. Это люкс. Где желтая вешалка? Я, знаешь, не вен, понимаете? Я в шоке просто. Я такая, я не знаю. И она прямо на меня накинулась. Сейчас подходит другая девушка. А я уже в примерочной. Я, в принципе, вам тоже показывала этот кадр. Где я показываю, что есть этот вшитый магнитный чип. И вот, конечно, тут не будет видно. Но в примерочной, я думаю, вы смогли убедиться в этом. Я говорю, в этой кофте вшит чип. Какой чип? Ты украла, ты там поменяла вешалку. В общем, она мне набросилась. Другая подходит и говорит, а ну посмотри, пропикивает просто эту вещь. Вот так она пропикивает. И она говорит, да, здесь есть другая. Я никогда, та, которая на меня набросилась, она говорит, я такого никогда не видела. Говорю, в смысле, что в магазин не ходили, никогда такого не видели. Нет, там, то есть, она не попросила у меня прощения. Я, башня, не гордая, ладно, не надо. Но суть в том, что мне пробили и все нормально. Я сразу, я еще в примерочной знала, что если я куплю этот трикотажный, что, короче, трикотажную футболку, если я куплю, они по-любому на меня набросятся. Что у нас по составу? По составу там хлопок, я точно помню, это хлопок и полиэстер. 62 хлопок и 38 полиэстер. Следующая вещь, она самая такая, как по весу тяжелая. Пишем в ящину. Это такой винтажный, плотный, темно-синий тренч. Он достаточно тяжелый, прям, ну, прям хорошо тяжелый. Мне понравился он за счет чего? Что хорошо выраженная линия плеча. Он такой прям структурированный, так меня сразу же собирает. Я его вижу не только в спортивных образах, но и в классических. Мне особенно весной хочется немножко добавить каких-то каблучков, босоножки. В общем, как-то так разнообразить. Я еще купила ботиночки новые, тоже покажу вам их в следующем нашем видео. В следующем и покажу, в принципе, образ вместе с этим тренчем. Куговицы в цвет, он хорошей длины. Подклад такой бордовенький. Вот камера все искажает, ну, прям цвет не такой совершенно. И я вернула в свой магазин богиня шоппинга, переходите, пожалуйста. В богиня шоппинга я вернула тот тренч карчичный. Я его надевала пять раз. И, в принципе, я не вижу в нем такой необходимости для себя в своем гардеробе. Потому что, я думаю, зачем я его вообще с собой везла? Это, знаете, такая спонтанная была идея моя, его взять, забросить в свой чемодан. Кто не видел эту треш-историю, слушайте, сегодня много треш-историй, треш-историю с вот этим вот прекраснейшим тренчем, утепленным на шерстной подкладке, переходите тоже по ссылочке вверху, если вы хотите, и вы его можете приобрести. Он со скидкой, изначальная вот цена была на 50% выше. Винтажный, миди-тренч, в общем, шерстная подкладка, утепленный рукав, его даже можно на сейчас, ну, не на минус, конечно же. С чем будем носить? Тренч, я вам говорила, что хотела бы сочетать с каблуками, но покажу вам с плоским ходом, а можете с каблуками, в общем, посмотрим. Вначале нужно привести его в порядок, эти все вещи, их нужно как-то избавить от запаха. Кстати, как я избавляюсь от запаха, вы тоже можете видеть на моем канале, у меня прям сегодня канал с ссылочками. Все эти вещи я купила для себя, вот такие у нас три вещи и цвет пустой. Ну что ж, теперь давайте поговорим об ограничениях, которые сейчас, и они не совсем такие же, как были в Польше. Я хочу вам рассказать, с чем я столкнулась, и, возможно, вас волнует вопрос, как попасть сейчас в магазин C-Content, что для этого нужно. Я себе здесь выписала, тоже буду для вас дублировать. Итак, мы имеем сертификат про полное выздоровление, он действует год, зеленого цвета указано. Также действует справка об выздоровлении, и эта справка действует 180 суток. В принципе, можно гулять и посещать все места. И третий пункт, это негативный ПЛР-тест, который будет действовать 72 часа. Вот с такими документами вы можете проходить в магазин Second Hand. Я просто доношу до вас информацию о каких-то карантинных нормах на декабре 2021 года. Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом я буду с вами прощаться. Говорю вам огромное спасибо за ваш просмотр, и до скорого. Всем пока!